Вы садитесь на против пациента Источник света на уровне ушной раковины Понятно? Ну кто-то выше, кто-то ниже, поэтому можете Понятно, да? На уровне ушной раковины Второе У врача ноги к свету, у пациента от света Понятно? Ноги к свету У больного ноги сюда Понятно? Шапку сниму Пациент может быть без шапки Доктор в шапке, пациент без шапки Значит, с чего начинается осмотр? Первое Вы наводите рефлектор Левый глаз Опускаете Смотрите левым глазом Понятно? Значит, первое Источник света Наводим на кончик носа Линза вогнутая Зеркало вогнутое Поэтому у него фокусное расстояние 25 см Вот так, плохой Андрюх, студент, я не могу сейчас поговорить Андрюх, я тебе перезвоню Давай Хорошо Значит Вот так плохой А вот так, смотрите Вот 25 см Зайчик хороший Правая рука на темени пациента Зайчик на кончике носа Вот это называется положение готов к осмотру С этого начинается Осмотр и экзамен Вот пришли к пациенту Сели вот так вот положили Навели на кончик носа Все Это готов к осмотру Положение называется Очки снимка Следующее Исследование Называется Первая позиция Передней риноскопии Первая позиция Передней риноскопии Что это такое? Понятно, да? Рука лежала Отпустил Что мы видим при этом исследовании? Преддверии носа Да? Кожа Слизистые волосы Следующее наше исследование Форма носа Указательными пальцами Указательными Форма носа Есть деформация и нет деформации Понятно? Смотрим форму носа Следующее Большими пальцами Что я пальпирую? Синус Какие синусы? Фронталь Это? Форма Кость какая? Сигма 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 Вы понимаете, что будет боль Правильно? Следующее Точки выхода тройничного нерва Да? К нерву стриги вниз Раз Два Три Следующее Успеваете? Успеваете писать? Да Я сейчас спрашивать ведь буду Да Следующее Функция носового дыхания Вдох Выдох Вдох Выдох То есть мы смотрим эвакуацию латки Понятно? Если есть затруднения То она будет меньше отодвигаться Понятно? Следующее наше исследование Передняя риноскопия Для этого мы внеем в руку носорасширитель Значит смотрим сюда Инструменты всегда в левой руке Понятно? Как держать правильно? Положили на руку Видите? Вот так вот И вот на винтик Большой палец Понятно? Правая всегда на темени Понятно? Значит у нас идет Четыре позиции Первое Голову вверх Вниз Влево Вправо Понятно? Ваша ошибка Видите? Здесь пружина стоит Да? Вот посмотрел И доставайте в открытом виде Если в закрытом Чуть будет Волоса Ему будет больно Понятно? Посмотрел В открытом виде В закрытом нельзя В открытом доставать Ясно? А иначе будет боль Значит Что мы видим При передней риноскопии Дверь закрой Передняя риноскопия Что мы видим При этом исследовании? Сколько у нас носовых раковин? Сколько у нас носовых раковин? В носу Три Верхняя Средняя Нижняя Также что у нас имеется? Носовые ходы Четыре носовых хода Верхний Средний Нижний И общий При передней риноскопии Мы увидим только Среднюю И нижнюю раковину Две раковины Вы видите При передней риноскопии Среднюю Нижнюю Видим Три носовых хода Средний Нижний Общий И Перегородку носа С этом И оцениваем Слизистую И сухая Влажная И перемированная Понятно? То есть вот что мы видим Записали Запомнили Что мы видим Хоккейс Потому что все это Буду спрашивать Две раковины Средние и нижние Три хода Средний Нижний И общий Перегородка носа Слизистой Дальше Дальше Горячую воду Наливем Воды горячей Наливем Немножко Хватит Хватит Какая Зайта Для этого Вам необходимо Ручка И Маленькое Зеркало Зачем Греем Дальше Хорошо И стыдово Род Четыре пальца Сверху Большой палец Внизу Так Все за спину За спину Что надо Смотрите Первое Чтоб не обжечь Пациента На себе Попробуйте Смотреть Дыши Дыши Спокойно Выше голову Дыши Можешь дышать Дыши Молодец Дыши Не бойся Дыши Раз Два Считай Раз Два Вдох Выдох Понял Давай Просто Дыши Дыши Все Отлично Дыши Дыши Не надо Бояться Понятно Еще раз Все Посмотрели Вы сейчас Это будете Делать Вы не смейтесь В этом ничего Смешного Нет Дыши Дыши Смысл Какой Значит Первое Шпатель Мы кладем На переднюю Третье Языка И нажимаем На шпатель Понятно Если вы шпатель На корень Языка Что у него будет Рвота Если вы Зеркало В заднюю стенку Глотки Что будет Рот И Рот И Понятно Аккуратно На среднюю часть Языка Нажимаем Заводим За уголю И смотрим Ясно Всем понятно Да Значит Закончили Сняли Положили Задняя Задняя Риноскопия Вот что вы должны Увидеть Понятно Здесь очень много Образований Очень много Поэтому их нужно Записывать Понятно Очень много Образований Первое Глоточная Миндалина Писать Я сказал Глоточная Миндалина Раз Хуаны Сошник Здесь мы видим Все три Носовые Раковины Верхняя Средняя Нижняя Раз Два Три Все четыре Хода Носовых Верхний Средний Нижний Общий Тубарные Валики Лимфоидное Образование Да И Устья Выхода Евстахера Слуховой Трубы Еще раз Глоточная Миндалина Раз Хуаны Два Сошник Три Раковины Верхняя Средняя Нижняя Четыре Хода Верхний Средний Нижний Общий Тубарные Валики И Устья Выхода Слуховых Труб Понятно Вот Если бы У вас был Атлас Вы бы Это не писали Там все Эти Картинки Есть Понятно Найдите Атлас В интернете Вам будет Иначе Вы не запомните Ничего Понятно Чтобы завтра У всех Был Атлас Хотя бы На планшете Или на телефоне Когда Нет Значит Следующее Наше Исследование Значит Мы закончили Загериноскопию Сейчас У нас Исследование Будет Называться Ороскопия И Мезопарингоскопия Ороскопия Смотр Чего Ороскопия Ора Рот Колсорта Так А Мезофарингоскопия 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 Ну Мезофарингоскопия Мезофарингоскопия Средний отдел Глотки Да Мезофарингс Глотка Эскопия Осмотр Осмотр Среднего отдела Глотки Что я сначала делаю в глупости? Что я делаю сейчас? Какие? Под нижнечелюстные, да? Високандибулятные, под нижнечелюстные лимфоузлы. Опять, берем шпатель. Это исследование как бы делается сразу. Ороскопия, метод фолингоскопии. Но я его сейчас разделю для вас. Чтобы вам сначала было понятно, что смотрим. Так, все за спиной. Сначала ороскопия. Мы осматриваем полость рта, да? Здесь что находится? Слюна и железа, так? Околоушная, да? Вот. Видите? Выводной проток околоушной слюной железы. Вот он. Видите? Вот он. Вот он. Да? Как сосочек. Все вы видели? Еще. Так смотрите. Вот. Выводной проток околоушной слюной железы. Язык вверх подними. Язык вверх, вверх. Вверх. Вот так. Вот. Выводные протоки под нижнечелюстных слюных желез. Вверх. Понятно? Вверх. 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 И слизистую оболочку. Все, на этом закончена ороскопия. Значит, еще раз. Что мы видим при ороскопии? Выводные протоки слюнных желез. Околоушных, поднижночелюстных. Оцениваем состояние зубов. Ну, есть кариес, нет кариеса, так? Состояние десен. Язык. И слизистая оболочка. Ну, сухая, влажная там она, с налетом, без налетов. Понятно, да? И тут мы, в свой взгляд, переносим глубже. Мезофарингоскопия. Скажи резко. Еще раз. Молодец, хорошо. Вот, мезофарингоскопия. Так? Вот как мы сейчас с вами смотрим. Что мы видим при мезофарингоскопии? Первое. Увуля, да? Она должна быть строго по средней линии. Понятно? Потом мы видим передние небные дужки. Задние небные дужки. Между ними небные миндалины. Да? Танзиллы. Небные миндалины. И задняя стенка глотки. Еще раз. Увуля по средней линии. Передние. Задние. Небные дужки. Небные миндалины. И задняя стенка глотки. Так? И мы пациенту просим сказать А. Зачем? Чтобы увидеть подвижность мягкого неба. Когда больной говорит А, мягкое небо двигается. А если больной говорит А, а мягкое небо неподвижно, какому врачу вы отдадите такого больного? Кто будет его лечить? А? Ну, думай, думай, главой. Врач какой будет лечить? Больной говорит А, а мягкое небо неподвижно оно лечит. Мемкруб. Конечно, это пара, правильно? Это не волк будет лечить. Ведь понимаете, в чем дело? Ведь сейчас, чему мы вас учим? Вы пришли куда? На клиническую кафедру, правильно? На клиническую. Поэтому мы, может быть, чему учить? Чтобы вы что делали? Думали. Вы зубрили на анатомии. Вы зубрили, зубрили, зубрили. Правильно? А здесь нужно что делать? Понимать. Если вы не понимаете, вы не сдадите экзамен. Понимаете? Ты хоть с учебником прийди на экзамен и с него списывай. Пожалуйста. И получишь что? Да? Это не... Знаешь, что это такое? Что это такое? Два, да? А римская пять. Значит, учиться... И я вас буду... Почему вы думали? Понятно? Вот сейчас ответили мне. Я не просто так вас спросил. Что значит пара из него? Значит, невролог будет лечить. Мы должны все с вами, то, что вы знаете, мы должны с вами что? Учиться думать. И ставить диагнозы. Будете плохо, вы экзамен не сдадите. Понятно? Дальше продолжаем. Значит, с этим понятно. Вот это исследование будем делать? Будем делать? Нет? Будем? Нет? Вот будете плохо учиться, каждому буду делать каждый день. Понятно? Если будете плохо учиться. Вот за это я буду начинать занятия. Буду каждому делать. Я слушаю. Это больно. Ну, сейчас так редко смотрят. Это по лицевой исследованию носоглотки, понимаете? Сейчас лучше как посмотреть? Эндоскопом. Правильно? Проще посмотреть. Правильно? Но, когда у детей возникает, видите, глоточная миндалина, да? Она воспаляется. Вот что получается. Аденоиды. Так? Вот их операции, как их удаляют. Вот аденоиды смотрят вот так вот. Ясно? Вот эта ткань смотрит пальцем. А ребенок что делает? Кусается. Ну, зуб-то вот. Кусается. Понятно, да? Значит, следующее наше исследование. Это исследование для вас самое тяжелое. Вы очень плохо его делаете, но все равно учиться надо. Называется она непрямая ларингоскопия. Значит, еще раз. Ларингоскопия. Осмотр чего? Ларинкс. Ларинкс. Фарингс. Это глотка. Фарингс. А ларинкс, это что? Гортань. Анатомию тоже не знаете, да? Ну, понятно. Значит, осмотр гортани. А почему называется непрямая? Потому что мы смотрим во что? А в зеркале какое у нас изображение? Ну, ты в зеркало видишь, оно же обратное изображение. В зеркале. Правильно? Ну, в зеркало. Вот, посмотри в зеркало. Где лево, где право? У тебя лево, право здесь, а в зеркале как? Наоборот. Что, никогда не знали, да, что в зеркале наоборот? Значит, для этого исследования нам нужно большое зеркало. Понятно? Задняя ириноскопия маленькая. При непрямой ларингоскопии большое. И для этого исследования нам потребуется что? Салфетка. Понятно? Если маленькое зеркало, то в рукав шпатель. Если большое, то салфетка. Так, заспанемся. Язык наружу. Доставь язык. О. Смотрите, я беру язык. Видите, как беру? О. Выши голову. Дыши. Дыши. Пой. Ииии. Давай, ииии. Тяни, ииии. Ииии. Вдох, вдох. Нет. Подожди. Спокойно сиди. Таи, спать. Нет. Ты дышишь, идешь сначала дышать. Понял? Ага. Потом, как я скажу, пить иии. Чтобы понятно было. Всем смотреть на это зеркало. Всем смотреть. Всем смотреть. Понятно? Да. Ты отсюда увидишь, как ты увидишь? Да, я выдох. Отсюда увидишь? Ничего чередка. Давайте. Десять, а потом. Нет, иии. Как я скажу. Сначала вдох, потом иии. Так, хорошо. Выдохни, выдохни полностью. Выдохни, выдох. И скажи тебе и. И не получится. Значит, сначала надо, а потом и, да? И тянуть. Иии. Давай. Нет, звук и не получится. Почему? Я за язык тяну. Он будет другой. Но в это время мы увидим гортань. Ясно? Давай. Как я держу, видите? Большой. Средний палец. Не в ноздрю, а в верхнюю палец. Дыши. Давай. Иии. Стоп. Запотело. Давай. Вышу. Давай. Иии. Иии. Все видно. Все хорошо видно. Понятно? Хорошо показывает. Значит, понятно? Да, это для вас сложно, но... Значит, смотрим сюда. Вот непрямая ларингоскопия. Вот как вы держите язык, вот зеркало. И смотрите вниз. При задней ларингоскопии, когда мы делали, нельзя было упираться в заднюю стенку, будет рефлекс. Так? Здесь в мягкое небо, в мягкое небо, зеркало спокойно можете упираться. Понятно? Рефлекса не будет. И зеркало, видите, я говорил прямо. Не вот так вот вниз. Тогда в коре языка рефлекс пойдет, а прямо зеркало держать. Ясно? Вот. И смотрите вниз. И вот, что вы должны увидеть. Понятно? Это вдох, а это ииии. Понятно? Фонация. Это он вдыхает, это он поет иии. Вдох, фонация. Ну, фонирует он и поет. Значит, что мы здесь видим? Здесь тоже очень много образований. Поэтому запоминайте. Вот это. Что такое? Какая? Какая метальна? Ну? Небная. Глоточная вот. Глотнебная. А это какая? Глоточная вот. А это какая? Вот это что такое? Ну? Какая миндальна? Язычная. Язычная. И вот мы с вами вспомнили, что? Анатомию вспоминаем. Кольцо пирогового вальдейра. Помним такое? И вот мы с вами все это увидели. Значит, что мы увидели? Первое. Глоточную миндалину раз. Тубарные валики два. Потом нёбные три. Четыре. И язычная пять. Понятно? И вот мы с вами видели кольцо пирогового вальдейра. Значит, что? Шесть миндалин. Значит, две парные. Нет. Эти. Вот парные. Раз, два. Эти. Раз, два. Эта. Глоточная одна. И эта одна. Эти две парные. А эти две. То есть, так, так и так. Значит, первое мы увидели с вами. Это корень языка и язычная миндалина. Это кто? Надгортальники переводится. Так? Потом. Вестибулярные. А вот это истинные голосовые. Чего? Ну, чем мы говорим, как называется? Плика. Вукали. Да? Голосовая складка. Нельзя говорить голосовые связки. Связка как по латыни? Легомер. Да? А это плика. Значит, голосовые складки, не связки. Связка в травматологии. Да? Там престообразные, такие, сухие. Плика. Вукали. Да? Это вестибулярные, истинные голосовые складки. Черполовидные хрящи. Межчерполовидное пространство. Вот здесь вот. Волекулы. И грушевидный синус. Ну, грушевидный синус, грушевидный карман. Понятно? Еще раз. Писать. Язычная миндалина. Раз. Надгортанник. Два. Вестибулярные и истинные голосовые складки. Так? Черполовидные хрящи. Межчерполовидное пространство. Волекулы. И грушевидные синусы. Успели? Или еще повторить? Еще? Язычная миндальная раз. Надгортанник. Два. Вестибулярные истинные голосовые складки. Черполовидные хрящи. Межчерполовидное пространство. Волекулы. И грушевидные синусы. При вдохе. При вдохе. Вот поем И. Смотрим сюда. Мы уже увидели до третьего кольца трахеи. Да? Когда вдох делаем. Видим кольца трахеи. Ясно? Вот тоже, как вы в историях пишите. Нельзя говорить голосовые связки. Так? Только голосовые складки. Понятно. У нас очень много таких распространенных, что говорить неправильно. Вы когда-нибудь слышали такое? Гиперемия Зева. Знаете, что это? Гиперемия Зева. Писали когда-нибудь? Гиперемия Зева. Что такое Зев? Что такое Зев? Зев это дырка. Гиперемия может быть? А? Не может. Поэтому нужно. Что такое Зев? Зев это что? Передние, задние дужки, корень языка. Понятно? То есть нужно описывать, чего Гиперемия. Зева не бывает Гиперемии. То, что Зева это дырка. А хотя все пишут Гиперемия Зева это неправильно. Значит, закончили с этим. И последнее, что у нас осталось? Посмотреть там. Ухо. Как будет исследование называться? С какого? Отоскопия. Отоскопия. Так? Очки сними. С какого уха начинаем смотреть? С какого? С левого. Не. Не левое. С какого? И не правое. С какого? Да. Я внести ее. А как? Со здорового. Значит, первое, что вы должны сделать перед осмотром? Перед отоскопией. Что вы должны делать? Спросить. Болят уши? Нет. Смотрите с любого. Понятно? Но, если у пациента болит ухо какое-то, вы должны начать осмотр со здорового уха. Поэтому запомните, что вы будете друг друга смотреть. Что на экзамене. Если вас просят провести отоскопию, вы первые должны спросить. Болят уши или нет? Не болят? Смотрите, с какого вы хотите. Понятно? С любого уха. Но, первое, спросите. Потому что осмотр начинается всегда со здорового уха. Ясно? Не болят уши, да? Нет. Ну, значит, смотрите. Смотрите. Значит, первое, что я смотрю. Смотрите сюда. Я смотрю заушную область. Что я сейчас пальпирую? Нет? Как это называется? Что я пальпирую? Где ваша анатомия? О, вспомнил. Процессус мостоидовус. Сосцевидный отросток. Потом. Пальпирую ушную раковину. Да? Смотрим форму. Тут деформации нет. Это что? Сейчас пальпирую. Козелок. Так? И вот теперь я беру инструмент. Вот тут внимание. Помните, в какой руке у нас инструмент всегда? В левом. В левом. Так? Всегда. Здесь правила меняются. Смотрим левое ухо, инструмент в левой руке. Смотрим правое ухо в правой руке. Почему? Это какое ухо у нас? Правое. По-моему, правое все-таки, да? Или у вас сомнения? Правое у нас? Значит, почему? Слуховой проход стоит из двух отделов. Перепончатый, хрящевой и костный. Да? Два отдела. И слуховой проход, сюда смотрим, сюда, он имеет вот такую форму. Поэтому при осмотре вы должны ухо оттянуть назад и вверх. И тогда он выпрямится. И тогда вы вставите ушную воронку. Понятно? Нет. Так вот, что получается? Если я взял в левую руку, да, как положено, и начинаю сказать, что происходит? И начинаю оттягивать. Что произошло? Я себе свет загородил, я не вижу. Понятно? Поэтому, если вы смотрите, левое ухо, то воронка в левой руке. Если правую, то в правой руке. Вот сейчас ухо правое, я взял в правую руку, оттянул и нормально смотрю. Понятно? Ясно? Да. Тоже пальпируем сосцевидный отросток, все, козелок. И опять, взял в какую руку уже? В левую, да? Потому что назад и вверх. И не на себя, как вы тянете, да? А назад и вверх ухо тянете. Понятно? У вас будет целое, самое, как его называют, в этом вопрос, изоаннационный, будет такой вопрос. А натомо-физиологической особенности у детей. У детей череп не развит, и детям нужно оттягивать ухо назад и вниз. Понятно? Взрослым назад и вверх, детям назад и вниз. Понятно? Все. Начинаем работать. А на тимпане, так? Барабанная перепонка. У нее есть опознавательные знаки. Какие? Что вы должны видеть? Первое. Сколько у нас слуховых косточек? Какие слуховые косточки у нас есть? А? Вспоминаем. Какие? Три, да? Слуховые косточки. Молоточек, наковальня, стремечка. Или как? Малеус ульгус стапис. Так? Так вот. В барабанную бибрану тимпани вплетается рукоятка молоточка. Значит, первое видим. Рукоятка молоточка. Короткий отрост молоточка. В центре втяжения. Умба. Пупок. И световой конус. То есть у перепонки есть две части. Парс-тензор. И парс-фляцеда. Натянутая и ненатянутая части барабанной перепонки. В натянутой части, когда она натянута, мы направляем туда свет. И он оттуда отражается. Отражение света идет. И появляется тот самый световой конус. Понятно? Он имеет большое диагностическое значение. Когда мы будем болезни проходить, перепонка может быть что? Втянута внутрь. При эстахиите. И тогда он будет что? Укорочен или отсутствовать? Понятно? Как нам узнать, где левое, где правое ухо? Вот это какое ухо? Левое и правое. Но они же разные. Какое это? Левое или правое? Левое. А почему? Ну почему? Потому что это светочнее. Значит, световой конус. Видите? Если взять циферплату. Так? Проложить. Если световой конус на пяти часах, это правое ухо. На семи часах левое ухо. Понятно? ПП. Правое пять. Запомните это. На седательный экзамен не забывайте. Правое на пяти, левое на семи. Это правое ухо. Ну и здесь, ну, пять часов, правое на семь, левое. Понятно? Все. Садимся, работаем.